МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГАИ сообщает о сложной дорожной обстановке. Какие меры приняты, узнали наши корреспонденты. Более ста должностных лиц лесхоза в Гомельской области привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам проверки Комитета госконтроля. За что выясняла Вероника Гамзюкова. О контроле над целевым использованием бюджетных средств, задачах ведомства и работе с населением поговорим с председателем Комитета госконтроля Гомельской области Александром Атрощенко. А также со шваброй на грабителя, как в тисках между трамваями, и экстремальная поездка в школу в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь с нами. Начнем выпуск с обзора происшествий в нашем регионе за неделю. Не дали сигарету и оскорбили. В Калинговичах пьяная девушка ранила ножом пенсионера. Во двор его частного дома зашла нетрезвая гостья и беспричинно попыталась ударить ножом 80-летнего хозяина. Пенсионер смог оказать сопротивление и даже забрал у нападавшей оружия, при этом получив порезы. Правоохранители оперативно обследовали район и недалеко от места происшествия заметили идущую по проезжей части пьяную девушку. Ее черные ботинки были в побелке, а как было известно инспекторам, в месте, где происходила борьба, лежала насыпь битого кирпича. Девушку задержали. Оказалось, что ее обидела компания мужчин, не дав сигарету. И нетрезвой гражданке показалось, что кто-то из них зашел во двор к пожилому человеку. В Жлобинском районе пешеход, идущий по середине проезжей части, попал сразу под две машины. Недалеко от деревни Харч 49-летний мужчина, житель населенного пункта Колыбовка, решил, что обочина не для него и пошел по центру дороги. При встречном разъезде с другим автомобилем водитель Ауди А6 в последний момент заметил перед собой человека и не успел среагировать. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где он тут же попал под касательный удар Вольцвагена. Пешеход погиб на месте. Суд Советского района Гомеля начал рассмотрение уголовного дела в отношении граждан, которые занимались криминальным автобизнесом. На скамье подсудимых трое гомельчан, 39-летний предприниматель, 41-летний коммерсант и его двоюродный брат. Бывший работник правоохранительных органов. Напомню, мужчины перегоняли из России и краденые авто, в основном кроссоверы и перепродавали их белорусам. Стоимость машин достигала 20 тысяч долларов. Во время судебных разбирательств 38 конфискованных транспортных средств будут находиться на стоянке. Их судьбу решит суд. На этой неделе также стартовал еще один громкий процесс о ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ. Авария произошла в октябре прошлого года. К перекрестку улиц Междугородней и Лазурной был направлен ближайший экипаж ГАИ. Однако через некоторое время водитель пострадавшего авто сообщил, что второй автолюбитель пьяный пытается скрыться. Экипаж ГАИ, включив проблесковые маячки и используя громкую связь, выехал на встречную полосу, где ему уступали дорогу. Но при повороте с улицы Объездной на Лазурную служебное авто столкнулось с БМВ. В результате чего машина ГАИ ударилась об осветительную мачту и вылетела на обочину. Тяжелые травмы тогда получил молодой инспектор ДПС. Пограничники и милиционеры пресекли канал поставки наркотиков из России в Беларусь. Правоохранители задержали 23-летнего парня в Мозере. При себе у него был психотроп около 500 граммов. В Беларусь молодой человек приехал на автобусе с сообщением Санкт-Петербурга Гомель-Мозырь. Сообщается, что стоимость партии такого объема на черном рынке составила бы около 20 тысяч долларов. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В Гомельском районе сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку дизельного топлива. На улице Шоссейной в Кореневке был остановлен автомобиль «Фиат» под управлением гомельчанина. При осмотре транспортного средства в салоне и багажнике были обнаружены 13 канистр, в которых находилось 260 литров дизельного топлива. Горючее изъято, проводится проверка. Без травм закончилась операция по спасению ребенка, рука которого застряла между секциями чугунной батареи. Инцидент случился в Гомеле. Мальчик по локоть проснул руку в узкое пространство между секциями отопительной батареи и оказался в ловушке. Родители не смогли помочь ребенку и вызвали спасателей. Те воспользовались специальным шансовым инструментом и высвободили руку мальчика. Все закончилось хорошо, помощь медиков не понадобилась. Наезд на пешеходов стоит на первом месте среди видов ДТП на дорогах Беларуси. Сокращение светлого времени суток, частые туманы только усугубляют и без того сложную обстановку. Гай региона совместно с другими заинтересованными структурами предпринимает целый ряд как профилактических, так и организационных мер, чтобы стабилизировать ситуацию. Тем не менее, практически ежедневно в области под колесами авто оказываются люди. В чем причина и что уже сделано, чтобы сбить рост подобных ДТП, выясняли наши корреспонденты. На территории Гомельской области за 11 месяцев совершено 157 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 22 человека погибли и 145 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей совершено 113 ДТП. Текущий месяц, к сожалению, не стал исключением. 10 декабря маршрутное такси в Гомеле на проспекте Октября сбило 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. В Речице 16 декабря водитель Джили не заметил и совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая оказалась в больнице. Это только малая часть списка ДТП за декабрь с участием пешеходов. Власти пришли к выводу о том, что необходимо предпринимать срочные меры по сокращению количества наездов. Толчком к решительным действиям послужило резонансное ДТП на улице Советской 12 октября, в результате которого погибли водитель и пешеход. Еще одна женщина до сих пор находится в больнице. Пациентка, пострадавшая в результате ДТП на улице Советской в городе Гомеле, находится в нашей больнице с 12 октября. Состояние ее улучшается, она выздоравливает, перенесла несколько операций и готовится к этапу реабилитации. После ДТП было принято соответствующее решение и буквально в течение двух недель на главной улице областного центра ограничили скорость движения до 50 км в час. Ежедневно стали выставляться мобильные камеры, фотофиксации скорости и наряды ДПС. По результатам совместного с ГАИ мониторинга прокуратура Гомеля внесла председателю Гомельского горосполкома и директору Гомельгорсвета представления и на пешеходных переходах установили новые прожекторы, а также произвели ремонт старых осветительных устройств. На потенциально опасных зебрах установили новые светофоры. Кроме этого, на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах с помощью технических средств сузили проезжую часть. А на улице Коммунаров в Гомеле организовали двухстороннее движение, причем въезд и выезд на улицу Советскую запрещен. Помимо технических мероприятий, сотрудниками ГАИ развернута большая профилактическая работа среди населения. Изучаются мнения и предложения людей. Проблема у нас актуальна, особенно на советской. Особенно, когда стоишь на пешеходном переходе, и светофор загорается зеленого цвета, а машины продолжают ехать. И мы стоим и ждем. А говорит, он всего там 17 или 16 секунд. То есть ни о чем. Островки безопасности, они очень нужны. Затем частично делать пешехода более заметным, потому что у нас сейчас много каких-то нагромождений, и машина часто может не забить пешехода. Я смотрю, что много жертв бессмысленных на дорогах. Больше, я думаю, разъяснительной работы и по телевидению, и в торговых коллективах, возможно, встречи там коллективов, предприятий с сотрудниками автоинспекции. Большинство предложений направлены на совершенствование уличной дорожной сети. В основном города Гомеля, но есть и районных центров. И ряд предложений, конечно, заслуживают внимания. Работа по организации безопасного дорожного движения в области совершенствуется и находится под контролем. В заинтересованных службах надеются, что принятые меры будут эффективно влиять на дорожную обстановку в регионе. На страже экономической стабильности государства и защиты его интересов каждый день из года в год стоят многочисленные ведомства и службы. За целевым использованием бюджетных средств следит Комитет государственного контроля Беларуси. Работники Гомельского ведомства провели в этом году 40 проверок. Работали над выполнением поручений данных главой государства. О задачах Комитета, выводах проверок, нарушениях и работе с населением поговорим сегодня с председателем Комитета госконтроля Гомельской области Александром Атрощенко. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Всем известно, что задачи Комитета – это архиважные задачи. Но на каких основных задачах была сфокусирована работа сотрудников вашего ведомства в этом году? Основными задачами и в этом году, и с момента образования Комитета госконтроля являются те задачи, которые обозначены и в Конституции Республики Беларусь, и в законе о Комитете государственного контроля. Это контроль за использованием бюджетных средств, использованием государственной собственности, за соблюдением законодательства Республики Беларусь в области экономики, финансовых, хозяйственных и налоговых отношений, ну а также контроль за ходом исполнения поручений президента. Что можно говорить, вот если вкратце, о результатах этой работы? Какие основные решения, может быть, были приняты и что удалось выполнить в этом году? Ну, этот год, он так же, как и предыдущие годы, явился довольно напряженным для Комитета государственного контроля. В ходе осуществляемых нами контрольных мероприятий мы проводили как проверки, так и мониторинги в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, потребительского рынка. Мы осуществляли контроль за крупными инвестпроектами, реализуемые в нашей области. Также велась работа и с обращениями граждан. Если вот сфокусироваться, значит, над теми проектами, крупными инвестпроектами, которые реализуются сегодня в Гомельской области, то что можно об этом говорить? Каков результат мониторингов? Ну, результат мониторингов, наверное, лег в основу того совещания, которое проводил президент недавно на этой неделе, об реализации этих инвестпроектов. Да, проекты несколько на наших предприятиях. затормозилась их реализация по причинам, не совсем зависящих от нас. Но, тем не менее, они на выходе. И я думаю, Светлогорский ЦКК уже в следующем году, он сейчас уже радует своей продукцией, а в следующем году выйдет на те заданные параметры и производственные мощности. Думаю, что удастся довести до конца инвестпроект и на нашей Добровской бумажной фабрике, и на Мозырском НПЗ. Работа на упреждение – это все-таки сегодня основное направление деятельности Комитета госконтроля. Как эта работа реализовывалась в последние, скажем так, годы? – Ну, начнем сразу с цифр, которые, я думаю, охарактеризуют направление этой работы. Нами, как вы уже сказали, было проведено всего лишь 40 проверок субъектов хозяйствования. В свою очередь, мониторингами было охвачено более 400. То есть в 10 раз мониторингов было охвачено больше субъектов хозяйствования. Мониторинг – это и есть один из основных видов реализации вот этой профилактической предупредительной работы. – 400 фактов проведения мониторинговых работ, скажем так, имело место в этом году в Комитете госконтроля Гомельской области. О сферах вы уже говорили, но вот о наиболее, может быть, важных работах. – В результате аналитических мероприятий нам удалось сэкономить бюджетных средств в области здравоохранения порядка 10 миллионов, в области физической культуры около 2 миллионов, в области строительства около 2 миллионов. то есть вот это те результаты, которые характеризуют то, что Комитет госконтроля работает на упреждение. То есть анализируя программы, планы расходования средств, мы фильтруем те мероприятия, которые туда заложены и не совсем важные на данном этапе, мы все-таки их вычленяем и предлагаем пересмотреть целесообразность их реализации на данном этапе. – Вот чтобы наша аудитория понимала, в чем все-таки разница мониторинга и проверки? – Ну, мониторинг – это изучение того или иного вопроса, осуществляемого на основе запроса каких-то цифровых данных, визуального осмотра, запроса документов определенного характера. Проверочные мероприятия – ну, это уже целый комплекс контрольных мероприятий, включающих в себе и полное изучение документации предприятия, осмотры, контрольные запуски, контрольные обмеры, ну, весь спектр. То есть это целый комплекс контрольных мероприятий. – По результатам мониторинга могут быть приняты процессуальные решения, либо здесь обычно даются рекомендации руководителям хостструктур? – Ну, с задумкой введения мониторингов и вот перехода на планово, на предупредительно-профилактическую работу, как раз и является реализация итогов проведенных мониторингов. По результатам проведенных мониторингов субъектам хозяйствования, либо органам госуправления, выносятся рекомендации об устранении нарушений и недостатках, установленных в ходе мониторингов. И в случае устранения тех недостатков и нарушений субъектам, он освобождается от установленной ответственности законом. Не так давно сотрудники комитета госконтроля выявили ряд нарушений в лесохозяйственной отрасли. В результате проверок было обнаружено, что в 11 лесхозах Гомельской области вносили недостоверные данные в отчеты о результатах лесовосстановления, за что в последующем должностные лица и работники получили премии. Подробности в материале Вероники Гомзюковой. Все лесохозяйственные учреждения страны вносят свой вклад в выполнение государственной программы «Белорусский лес». Гомельская область – не исключение. Цель программы – лесовосстановление. Программа, очевидно, работает. Если в 1994 году лесной фонд Беларуси составлял общей площадью около 8600 тысяч гектаров, то в прошлом году более 9500. Увеличилась и лесистость страны. С 35,5% в 1994 году до 39,8% в 2018. Что касается нашей области, то по отчетным данным за прошлый год лесоводы Гомельщины в категорию ценных лесных насаждений ввели более 8500 гектаров участков лесных культур. Однако в результате проверок сотрудники Комитета госконтроля, прокуратуры и госинспекции охраны животного и растительного мира обнаружили несоответствие действительности с отчетностью. Ряд лесхозов приукрасил данные о результатах лесовосстановления. В одних случаях при переводе лесных культур в ценные насаждения не учитывались высота и количество деревьев. В других лес и вовсе отсутствовал на переводимых участках. Опачены были мониторингом практически все лесхозы области. В 11 лесхозах были установлены факты необоснованного перевода лесных культур в ценные лесные насаждения. Всего где-то около 150 гектар по области получилось. Например, в Ветховском спецлесхозе около 80 гектар лесных насаждений были переведены в ценные лесные культуры. И при этом где-то около 40 гектаров практически с отсутствием древостой. Благодаря припискам в отчетах работники трех лесхозов получились бюджеты необоснованные премии на сумму около 100 тысяч белорусских рублей. На сегодняшний день Комитет госконтроля Гомельской области совместно с правоохранителями продолжает заниматься этим вопросом. В Комитете государственного контроля области полагают, что в лесхозах сделают соответствующие выводы. Ведь в результате этих проверок дисциплинарной ответственности привлекли более 100 должностных лес лесхозов и Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Средний возраст зеленых насаждений в стране 56 лет. С каждым годом количество лесов увеличивается. В порядке таких критериев, как лесистость, площадь и запас растущей древесины на одного жителя, Беларусь входит в первую десятку лесных держав Европы. Вероника Гомзюкова, Валерий Гопанько, специально для программы «Дефакто». Александр Алексеевич, какое развитие получила эта проверка и какие рекомендации вы можете дать руководителям хозструктуры? Пока о конкретных последствиях рановато говорить, но тем не менее материалы переданы в правоохранительные органы, им дается там соответствующая оценка. Виновные лица понесут как административную, так и дисциплинарную ответственность. Ну а порекомендовать, что бы я хотел, ну наверное на вранье мы далеко не уедем и это не наш путь. А как часто вообще госконтроль сталкивается с подобными фактами, когда отчетности искажаются и вносятся недостоверные сведения, чтобы скрыть какое-то реальное положение дел на предприятии? К сожалению, эти случаи имеют место и в других отраслях, в том же сельском хозяйстве, в промышленности. Поэтому вызывает озабоченность такая тенденция, хотя в последнее время делается очень много для того, чтобы ее искоренить и уже и видны результаты такой работы. Но тем не менее, как показывают наши последние проверки совместно с органами статистики, до конца нам изжить эти недостатки не удается. Как сегодня организована обратная связь с населением и каковы каналы, по которым сегодня люди могут обратиться в комитет госконтроля и сообщить важную, полезную информацию для ведомства? В комитете госконтроля ежедневно осуществляется прием граждан с 8 до 13.00 и любой гражданин без предварительной записи может прийти и сообщить об тех сведениях, которые относятся к компетенции комитета госконтроля, поделиться своими мыслями, может быть, об работе тех или иных предприятий. Кроме того, в наш адрес, это Гомель, улица Пролетарская, 15, можно направить письменное обращение. Также на наш электронный адрес в электронном виде можно обратиться. Кроме того, выездные приемы и прямые линии в районах провожу я, мои заместители и председатели межрекомитетов. Если человек обращается в письменном виде, он также вправе рассчитывать на письменный ответ на свое обращение? Безусловно. Все-таки, наверное, мне кажется, в письменном виде люди чаще обращаются. И можно ли обратиться анонимно? Часто задается такой вопрос. Да, действительно, в письменном виде это, наверное, более удобнее гражданину сделать, поэтому основная масса обращений приходит к нам в письменном виде. Про анонимное законодательство у нас установлено, что если анонимное обращение, то к рассмотрению оно не подлежит. За исключением тех случаев, когда там идет речь о совершаемом преступлении. Александр Алексеевич, я благодарю вас за конструктивный, содержательный разговор. Спасибо и вам. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного слежения по всему миру. Видеозапись ограбления в городе Опь набирает популярность в интернете. Вооруженного перцовым баллончиком преступника при помощи швабры смогла прогнать продавец магазина бензоколонки. Но сначала грабитель распылил аэрозольную смесь в лицо спящему охраннику. А когда тот выбежал из торгового зала, начал обчищать кассу. А дальше пошли курьезы. Увидев продавщицу, грабитель направил содержимое баллончика в свою сторону и едва не попал себе в лицо. А потом и вовсе ввязался в потасовку с женщиной. Против телескопической дубинки злодея она применила швабру и своим отчаянным натиском сумела обернуть грабителя в бегство. Тот, правда, спешно покидая магазин, прихватил с собой кассу. Сейчас мужчину разыскивает полиция. В городе Дурбан от рук грабителей едва не пострадали две пенсионерки в авто. На перекрестке к их машине подбежал вооруженный пистолетом человек и потребовал деньги. Но бабульки оказались в непромах. Водитель включила заднюю передачу и дала по газам. Не помогли преступнику и выстрелы в сторону пенсионерок. Те сумели отъехать на безопасное расстояние. Для жителя китайской провинции Джи Цаян решение оставить в машине собаку обернулось ремонтом авто. Верный друг утопил внедорожник хозяина в пруду, пока тот ходил за коробкой с товаром. Мужчина оставил двигатель включенным, а багажник открытым и здорово за это поплатился. Оставшись без хозяина, питомец разволновался. Стал метаться по салону и зацепил рычаг переключения передач. Машина тронулась и поехала прямо в водоем. Доплыла до противоположного берега и стала тонуть. К счастью для животного, пруд оказался неглубоким и собаку спасли. Происшествие на острове Гонконг в Китае стало вирусным в сетях. Видеорегистратор запечатлел, как из задней двери школьного автобуса прямо на асфальт выпал школьник. Мальчик вывалился на повороте и покатился по шоссе, едва не угодив под колеса грузовика. Но все закончилось хорошо. Теперь правоохранители разбираются в инциденте. Неуправляемая мегаяхта снесла диспетчерскую корзину с моста в Англии. Судно, первым хозяином которого был Роман Абрамович, врезалось в мост в лагуне Симпсон-Бэй. Открытой дверью яхта зацепила диспетчерскую кабину и сбросила ее в воду. Но обошлось без пострадавших. В чешском городе Брно словно в тисках между двумя трамваями побывал легковой автомобиль, водитель которого попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Сначала машина столкнулась с одним уличным поездом, а затем с другим и оказалась между вагонами. Водитель сбежал с места происшествия, а пассажира извлекали из салона спасатели. Для этого им пришлось воспользоваться специальным инструментом. Машина сильно пострадала, но жертв нет. На сегодня все. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с Де Факто. Увидимся через неделю. До свидания.